Всем привет! С вами канал Артмани. И сегодня у нас видео обзор на вот такую вот сметанку, которая стоила 50 рублей. В принципе, это не так уж и дорого. Здесь у нас 400 грамм, 15% Елховская марка. Елховская. Вот так она выглядит. Тут такая картинка симпатичная. Это самая недорогая сметанка в магазине. Обязательно, когда покупаете, смотрите дату. Потому что, когда я начала смотреть, там было две, которые уже через пару дней просрочатся. Их я убрала. И здесь оказались уже с хорошим сроком годности. Ну, конечно, они долго. Вот 14 суток. Вот, давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп. Ну, в принципе, состав обыкновенный. Самый стандартный. Так, 160 килокалорий на 100 грамм. Жиры 15, белки 2,6, углеводы 3,6. Так, город Тольятти. Ну, значит, где-то в Самарской области она будет продаваться. Самара, Самарская область. Всё-таки я как-то думала, что она... Ну, да, вот написано Самарская область. Что будет продаваться не только. Потому что простоквашина, например, продаётся и в Самаре, и в Сочи. То есть, до Сочи, в принципе, довольно далеко. Но, тем не менее. Ну, напишите в комментариях, в каких городах у вас продаётся такая сметанка. Где вы видели? Обязательно напишите. Мне будет, кстати, очень интересно. Стоит вообще делать такие обзоры? Хотя, честно говоря, когда я покупала, я не знала. Так, давайте её посмотрим. У нас есть такая вот тарелочка. И сегодня вот такая вот нестандартная, радужная, кстати, ложечка. Так. Выдавливаем чуть-чуть. Он даже умеет сама стоять самостоятельно. Так, такой вот мазочек у нас. А мы с вами будем проверять на наличие катышков таких, козявочек всяких. Как это я, в принципе, каждую сметану так проверяю. Потому что когда-то, очень-очень давно, сметана простоквашина была именно такой. Это было... Кушать её не совсем приятно. Что-то было непонятное. Вроде как так не должно быть. А там так было. Хотя, кстати, здесь мне кажется, как будто вот они. Как будто бы они есть. Но, не знаю, может быть, это просто так кажется, скорее всего. Ну, вот она по-другому, видите. И как вот до этого я тоже делала обзоры на сметанку. Такого, конечно, не было. Она, по-моему, была у меня прямо гладенькая. Кстати, она у меня холодная. Из холодильника. Как будто вот они есть какие-то бугорки. Ну, это же сметана подешевле. Так. Давайте её попробуем. Пока я буду пробовать, вы будете разглядывать. Привкус сметаны. Есть. Она такая холодная, конечно. Сказать, что прям обалденно вкусная? Ну, наверное, нет. Я просто понимаю, что ты пробуешь сметану в голове и вроде пытаешься понять, что это сметана. Если бы, конечно, мне закрыли глаза и сказали бы, мы сейчас тебе дадим что-то такое попробовать, очень вкусное. Вот. А ты определишь, что это? Ну, наверное, я бы, может быть, даже не определила, что это сметана. Ну, вкус, наверное, обычной, дешёвой сметанки. Не знаю, как-то так. Купила бы я её снова. Честно говоря, вот, чтобы просто покушать или сделать соус, тогда нет. Наверное, нет. Лучше переплатить. Всё-таки купить подороже. А вот так вот, если просто её там во что-то куда-то добавить, там в тесто, я не знаю, ну, там сделать тесто, да, там, допустим, с ручки, как сейчас я готовлю, то, может быть, да. Ну, там прям такой явный привкус сметаны. Прям такой вот, как будто, знаете, вот размешали там какую-то белую основу, да. И, чтобы понять, там, чтобы, допустим, сделать что-то туда, раз добавляют, раз, там добавляют баночку сметаны. Ну, вернее, привкус сметаны, так, хоп. Там опять размешали, добавили там привкус йогурта, например, так, хоп. Там или вкус банана, например, там опять, хоп. То есть, вот такое вот ощущение больше. Ну, такая, в принципе, нормальная там, как большими буквами здесь, в принципе, написано сметана. Сметана. Ну, как-то так. Вот, как-то, в принципе, я ничего такого хорошего от неё и не ожидала. Сейчас мы с вами попробуем ещё раз. С одной такими полосами сделаю. Ну, да, там видны такие маленькие бугришки какие-то. Попробуем её ещё раз разок. Обычно у нас уже с вами традиция пробовать два раза. Надежде, может быть, я сейчас что-нибудь ещё обнаружу. Ну, да, вкус просто сметаны. Привкус такой, прям, явно сильный привкус сметаны. Может быть, потому что она не сильно жирная, всего 15%. Поэтому так, если бы была пожирнее, может, она была и повкуснее бы. Ну, такая, просто сметана. Ну, если звёздочек ставить, ну, наверное, я ей звёздочки, наверное, 3-3,5 поставила. Ну, 4, может быть, вот так вот. Даже до 4 не дойти. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, покупаете ли вы такую сметану. Продается ли она в вашем городе. Покупала я её в Перекрёстке, в магазине. Может быть, она ещё где-то продаётся. Обязательно напишите, у кого в городах она продаётся. Самара, Самарская область, Тольятти, там, Новокуйбышевск. Кто-то много-много у нас городов. Может, где-то и подальше продаётся. Обязательно напишите, если вы её видели. Также обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, колокольчиком. Смотрите другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живём, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Обзоры на другие продукты, на шоколадки, на продукты из фикс-прайса, Победы, Светофора. Обзоры на технику, фоны, живопись, кулинария. И много-много всего интересного есть на моём канале. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok